Как уже было сказано в докладе министра экономики, по итогам первого квартала текущего года наблюдается рост объема промышленного производства на 1,8%, в том числе горнодобывающая промышленность 2,2, обрабатывающая, выросла на 1,8%. В горнодобывающей промышленности рост обеспечен за счет увеличения добычи металлических руд 105,9%, цветные металлы 106,4%, газ 106,6%, сырой нефти 101,8%. В обрабатывающей промышленности достигнуто за счет машиностроения 114,2%, прочая неметаллическая продукция 110%, благородные цветные металлы 106%, производство основной фармацевтической продукции 101,3%. Таким образом, по всем отраслям достигнута положительная динамика, кроме черной металлургии. Поэтому коротко хотел бы доложить о достижении плановых показателей по заданию по обеспечению 7% роста. За министерством закреплены 12 показателей, из них 6 выполнены с превышением, например, машиностроение 105 план, 114 факт с ростом в 9. Но по 6 показателям недостижений. Здесь я коротко хотел бы остановиться. По углю. План был 101,7, выполнен на 106, связанно со снижением потребления наших электростанций, а также со снижением отгрузки угля в Российскую Федерацию. Объясняется снижением потребления электроэнергии внутри страны промышленными предприятиями, а также достаточно высокие температуры в первом и во втором квартале. Но единственное, здесь, Эрик Неменович, хотел обратить внимание, что заготовка угля на электростанциях страны на 600 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому министерство здесь работает по накоплению угля, и здесь за счёт накопления угля можно этот показатель потянуть. В целом настроено на выполнение контрольного показателя по итогам года. По металлургической промышленности. Понимаем, что это всё с Арселор Миттл связано. Значит, его доля в общей чёрной металлургии 38%. Причины все знаем. Всё это было подробно разобрано на совещании, которое вы проводили в Тимиртау, а также те поручения, которые вами даны нашему министерству и Министерству регионального развития по арматуре, Министерству нефтегаза и Министерству регионального развития по трубам. Здесь можно всё-таки поработать на достижение показателей. Единственное, хотелось бы, Сергей Кремльевич, акцентировать. Когда мы разбирали в Тимиртау, в прошлом году за год в страну было завезено трубной продукцией 1,2 млн. В этом году уже за первое полугодие 800 тысяч тонн. При этом мощность Актаусского трубного завода 60 тысяч в год, он работает ровно на 25%. 8 тысяч тонн – это ровно 1% от потребности страны он закрывает. Понятно, это и меры по качеству продукции, это всё подробно было разобрано. По химии действительно 101,6 рост, но не достигнут плановый показатель. Причина действительно по Казазоту – там был ремонт и была замена технологического оборудования. Вот из-за этого простое у нас снижение. И не выход Каусика. Что будем делать? По Каусику выйдем на плановую мощность за счёт загрузки со стороны системообразующих предприятий. Здесь Министерство вплотную занимается. А также мы в августе месяце Казфосфат запустит мощный серно-кислотный, реально уже производство пойдёт мощный кислотного завода в Таразе. И в четвёртом квартале продукцию получим в Степногорске. На это рассчитываем. Также просили бы Министерство сельского хозяйства посмотреть ещё по фосфорным удаврениям на осеннюю подкормку, поскольку рынок мировой достаточно сложный в этом году. Если можно, ну, посмотреть. Лёгкая промышленность, она, в общем, ИФО очень низкая. Но здесь у нас сказалось то, что 80% лёгкой промышленности, это по одежде, работает по заказам системообразующих предприятий, национальных компаний. Здесь также будет проведена работа. По электроэнергии всё это связано то же самое, что с углём. Я повторяться не буду. Но стоит задача выхода к концу года на плановый показатель. А также полностью согласен, что резерв – это карта индустриализации. Проекты, введённые, находятся на постоянном контроле на предмет выхода на плановую мощность, а также своевременный ввод запланированных объектов. Благодарю за внимание.